Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжаю тему о том, как люди зарабатывают деньги на чужих деньгах, не используя свои. Те, у кого просто нет денег или не хотят использовать свои, они используют чужие. И это просто продолжение, потому что в первом видео я сказал, что люди очень часто используют не свои деньги для того, чтобы заработать. И в первом видео я рассказал, что бедные люди обычно берут деньги других людей, когда у них не хватает денег. Для чего? Для того, чтобы стать беднее. Они берут их в кредит под бешеные проценты и их не интересуют проценты. И наоборот, богатых людей всегда интересуют проценты, которые они получают. И богатые люди предпочитают брать деньги без процентов. Абсолютно без процентов. И в качестве примера я привел парня, который в 90-е годы стал крутить деньги банка, а потом купил этот самый банк. Он брал деньги у банка без процента. И мне говорят, слушай, ну это в то время, сейчас-то это уже не работает. Вот, друзья мои, раскройте глаза. Только это сейчас и работает. И сейчас вы это узнаете. Просто вот меня это взбесило, потому что сейчас это не работает. Как не работает? Дело в том, что вы ищете оправдание собственной, ну не знаю, чему сказать, нищете, грубо говоря. Потому что вы не хотите верить в то, что очевидно. А другие люди пользуются этим и зарабатывают. Просто вот все ваше текущее состояние, в котором вы находитесь, оно вот здесь, не где-то еще. То есть у вас нет денег, но зарабатывайте на чужих деньгах. Вот и все, берите их без процентов. И дальше я рассказал про Роберта Киасаки, который, ну там пример-то в чем, что берет деньги банка, покупает недвижимость на деньги банка. И платежи по недвижимости меньше, чем стоимость аренды. Просто, ну понимаете, то есть я заплачу меньше, чем получу. Все, и вот он, богатый человек, смотрите, да, он получит копейки по сравнению с тем, что он вложил бы свои деньги. Как тот самый парень, который в 90-е годы с банком сотрудничал. Да, он банку отдавал часть денег, но как бы и что? Вот, зато он мог бесконечно раскрутить это дело. Пример Киасаки, то же самое, бесконечно можно раскручивать вот этот вот маховик, когда используете эту схему. Мне говорят, это не работает, Киасаки, он за границей. Друзья мои, сейчас я вам покажу, как на чужих деньгах делаются самые большие состояния. И как богатые люди берут деньги без процентов, бесплатно. У кого они берут? Да у бедных. Вот, ну и самый простой пример это банки. Все банки, чьи деньги крутят? Они крутят деньги не свои, они крутят деньги ваши, друзья мои, деньги крутят Сбербанк. Ваши деньги. Деньги вкладчиков банк что делает? Берет у вкладчиков бесплатно и отдает им кому-то в кредит за бешеные проценты. Вот чем занимаются банки. И это нормальный бизнес, и на этом зарабатываются самые большие деньги. Вы скажете, но у меня нет банка, я не могу использовать так. Ну, вон он вам пример из 90-х. И вы знаете, у меня есть один молодой человек, который вот буквально этими занимается. Он берет, ну правда он свои деньги прокручивает, но выполняет роль банка. Он дает своим знакомым, там у него целая сеть, он дает своим знакомым по 10% в месяц, они берут у него деньги. Он на этом живет. Вы понимаете, всего миллион рублей, например, да, и ты имеешь 100 тысяч в месяц. А у него картотека, он записывает и все, очень аккуратненько записывает. Все, ну, в черную. Вот, есть такое дело, вы понимаете. Вот, теперь дальше, следующий вариант. Самый богатый человек в мире. Вот, в прошлом году по... Ну, самый богатый человек в мире. Кто был? Джефф Безос. Основатель компании Амазон. Чем занимается компания Амазон? Амазон продает товары по всему миру, но у компании Амазон этих товаров нет. Нет этих товаров. Она их не производит, она их не имеет. Она за них не заплатила ни копейки, за те товары, которые продаются через Амазон. Вы понимаете, самый богатый человек в мире. Откуда берутся эти товары? Эти товары, это товары других людей. То есть, эта платформа, люди размещают свой товар на его платформе, на платформе Amazon.com и, соответственно, продают свой товар. А Амазон за то, что нашел покупателя им, получает, ну, там, больше 10%, насколько я понимаю. Вот, он получает за просто, за оборот чужих товаров, понимаете, и чужих денег. То же самое делает Алиэкспресс. Вы когда-нибудь покупали товар на Алиэкспресс? Наверняка покупали. У нас Алиэкспресс более популярен в России, чем Амазон. Ну, во всем остальном мире, значит, ну, там, ну, Америка, значит, Европа, там Амазон и Алиэкспресс. У нас Алиэкспресс. Вот, чем занимается Алиэкспресс? Да, тем же самым. Чем занимается, чем пытаются заняться сейчас Яндекс.Маркетс? Тем же самым. И масса-масса других вариантов. Вот, вы скажете, ну, опять же, что нам Джефф Безос, да? Теперь смотрите, еще пример хотите? Пожалуйста, вот вам пример. Смотрите, Booking.com самый большой в мире сервис по сдаче жилья в аренду, ну, отелей. Там в основном отель. Сколько я езжу по загранице, я обычно пользуюсь этим сервисом. Друзья мои, у Booking.com нет ни одного отеля. Больше всего отелей снимается через Booking.com. Капитализация Booking.com, так сказать, ну, там, миллиарды долларов. Вы понимаете, миллиарды долларов. Тем же самым занимается Hotels.com от компании Expedia. Expedia – это, ну, компания, там она включает в себя несколько сервисов, там, по продаже билетов и так далее. Да, кстати, сервисы по продаже билетов. У них нет самолетов. Сервисы по продаже билетов. Сервисы по продаже билетов в театр. У них нет театров, друзья мои. Нет у них театров, нет у них артистов. Но они получают денежки, большие денежки. Вот. Теперь дальше. Вы скажете, что это невозможно. Как это я могу применить? Это, ну, во-первых, не в России, да? Смотрите, что сделал один товарищ, которого вы все легко можете найти. А я, по-моему, Шайбудинов фамилия, из бизнес молодости. Он решил сдавать, ну, с недвижимостью, там, хостелы и так далее. Он начал снимать. Смотрите, вот та же самая схема, как тот молодой человек из 90-х. Только это Аяс. Он молодой человек, вы все его можете найти. Вот. Наш современник, молодой парень сдавал в аренду недвижимость, ну, хостелы. Вот. И потом подумал, а почему я сдаю свои хостелы? Почему я сдаю свою недвижимость? Когда я могу сдавать недвижимость других людей и получать с этого деньги? Зачем я буду сдавать свою недвижимость? Он создал такой же сервис, типа Booking.com. И люди, которые ищут, то есть он разбирается в поиске SEO. Что такое? System Search Engine Optimization. Вот что такое SEO. Значит, оптимизация поисковых запросов. Он понимает, что люди, которые хотят снять какое-то, ну, так сказать, дешевое жилье в каком-то городе, значит, они набирают там, где можно переночевать в Оренбурге. Ага, он находит хостелы в Оренбурге, говорит, ребята, 10% мне, если я вам найду, дадите. Он говорит, конечно дадим, потому что, ну, как, им выгодно, потому что у них нет клиентов, а они, вот они, 10%, они готовы заплатить. Та же схема, как Booking.com. Он развивает свой сервис Аяс Шабудинов. И, соответственно, у него уже, по-моему, там тысячи этих хостелов. За всего, ну, короткий срок, там, несколько лет он стал долларовым миллионером. Наш с вами товарищ российский гражданин. Ребята, о чем вы говорите? Вот оно. И вы говорите, ну, нет, это не для меня. И я этим не занимаюсь. Пожалуйста, я недавно вижу, значит, букет. Доставь своей, там, маме, родственникам и так далее, любимой. Если ты находишься где-нибудь в Сургуте, а она в Москве, или наоборот, значит, ты в Москве, а она в Сургуте, ну, ты хочешь сделать приятное человеку. Как можно послать ей букет цветов из Москвы? Да очень просто. В каждом городе есть цветочные магазины. Ты берешь, находишь этот цветочный магазин, регистрируешься у себя на сервисе и говоришь, ребята, вот вам денежки, пошлите, так сказать, отвезите букет тому-то с такой-то записочкой. Все шикарно, все чики-брики. Это работает, этот сервис. Итак, смотрите, сдача недвижимости, это работает. Пожалуйста, букеты цветов, это работает. Визитки, да вот на каждом углу сейчас печатают визитки. Пожалуйста, я просто полиграфией занимаюсь. Я думал, надо заняться, мне не надо, я хотел, а потом думаю, да ну и нафиг, лучше я YouTube буду развивать. Вот, но пожалуйста, есть визитки там в Челябинске, есть визитки в Новосибирске, кто печатает, есть кто печатает визитки в этом самом, во Владивостоке. Я говорю, ребята, я вам напечатаю визитки, не важно, где вы находитесь, вам послезавтра их привезут. Я заключаю договор с теми компаниями, которые печатают там визитки, говорю, вот вам, значит, макет, макет я в Москве делаю, значит, там, или стандартные какие-то макеты за 200 рублей, вам привезут прямо домой визитки, 200 рублей за 100 штук. Бесплатно раздаю идеи, вот, и не только визитки, буклеты, все прочее. Ну, что тут такого, друзья мои, это вот, ну, простая идея, и люди будут работать, люди будут, значит, делают мне заказ на визитки, я говорю, все, визитка будет послезавтра, денежки мне платите, я плачу денежки той компании за минусом 10%, все. И вы говорите, что это не работает, вот вам, пожалуйста, да я даже не знаю, вот, бизнес-молодость говорит, да, наверное, там даже шагающие экскаваторы можно так продавать, вы понимаете, чем бы вы не занимались. Вот, самое главное здесь, здесь, да, еще один момент, какие здесь риски, есть ли здесь риски, то есть мне говорят, это рискованно, это рискованно, какие риски у Безоса, сколько денег он вложил в тот товар, который он продает, нисколько, никаких у него рисков нет. Значит, человек говорит, я хочу купить этот товар, хорошо, пожалуйста, вот тебе счет, счет, он оплачивает на Амазон, Амазон выплачивает этому, этот высылает этому. Все, рейтинги есть, есть, значит, ну, есть какая-то система, да, там безопасность, есть система рейтингов и так далее, для того, чтобы все это отслеживать. Нету там рисков, ребята, нету рисков. Букинг ком, какие риски он несет, я хочу снять отель. Все, да, я не приехал, не снял отель, ну и что, сколько букинг понес убытков на этом деле, нисколько, он может получить только прибыль, понимаете, все, он не может получить убытков, потому что вот так, такой, такая система бизнеса, и это работает, ну вот, во всех сферах я вам перечислил, цветы, визитки, пожалуйста, сдача недвижимости в аренду, да, доставка еды сейчас кругом вообще, так сказать, пожалуйста, Яндекс.Еда, чем он занимается? Он предоставляет сервис, заключить, любое кафе может заключить с Яндексом соглашение о том, что, я, так сказать, люди заходят на Яндекс, говорят, хочу пиццу сюда, пожалуйста, вам пицца будет через два часа, где бы вы ни находились, здесь, ну, не то, что, сказать, там не в тундре, конечно, а в крупных городах, где бы вы ни находились, в Новосибирске, в Тюмени, в Сургуте, в Калининграде, в Ростове, а пицца будет, а сервис один, Яндекс.Еда, то же самое, Яндекс.Такси, он универсальный сервис, на чем он зарабатывает, на чужих деньгах, на чужих товарах, то есть люди делают пиццу, они ее доставляют, а Яндекс имеет денежки, люди возят на такси, Яндекс имеет денежки. Что нужно делать, чтобы сделать вот такую систему? Да просто приложить мозги и создать такую систему, которая будет продавать через интернет. Возможности интернета безграничны. пользуйтесь, и кто-то скажет, но это мне не подходит, потому что здесь надо знания. А вот это, друзья мои, ключевое. Если вы хотите зарабатывать много денег, то самое главное – это знания. Знания, как это сделать. И умение найти вот эти возможности. И посмотрите, я говорю, просто вот оглянитесь, посмотрите, начните что-то делать, начните обучаться. Это стоит денег, пожалуйста, я сделал курс. Как начать зарабатывать, если нет денег? И я там предлагаю, прямо вот схему, пожалуйста, вы ничего не вкладывая, ничего не вкладывая, то есть вы записываетесь, курс бесплатный, ничего не вкладывая, вы начинаете зарабатывать. Я даю вам эту возможность, я даю вам эту возможность. Потому что, ну смотрите, в каждом моем видео вы видите биржу для чайников. Как вы думаете, я на этом что-то зарабатываю? Да, я на этом что-то зарабатываю. Я готов отдать вам 50% своих доходов. Пожалуйста, вот оно. Регистрируйтесь в качестве моего партнера. Я вам рассказываю, как рекламировать это дело, как это продвигать. Продвигайте, пожалуйста. Записалось на это дело больше тысячи человек. Как вы думаете, сколько из них начало работать? Нисколько. Было продано где-то, ну, 3-5 вариантов курсов. Все. А что вы хотите? А вы хотите, чтобы я сам за вас работал? Вы хотите, чтобы я на своем канале разместил вашу ссылку, а вы получали деньги? Не будет этого. Приложите, пожалуйста, усилия. Для того, чтобы заработать, надо, еще раз повторяю, знания. Надо учиться. И вот на этом курсе я говорю, учитесь, люди, учитесь. Вы можете приложить вот эти знания к своей области. Пожалуйста, вам не нравится биржа для чайника. Я просто вам даю, пожалуйста, дарю. Вот. Нет. Значит, занимайтесь тем, что вам нравится. Продвигайте это через соседи. Развивайте. Я хочу, чтобы вы были богатыми. Но для этого вы должны кое-что сделать. Вот одно движение. Вот. Ну, очень трудно, я понимаю, если это движение называется поднять жопу. Вот. Но это трудно, я понимаю. Но вот пальчиком можно пошевелить и нажать на ссылочку, которая находится под любым моим видео. Как начать зарабатывать, если нет денег, и начать учиться, блин, в конце концов. Вот. И это безрисковый вариант. Вы ничего не вкладываете, но можете заработать. Делайте. А в следующем видео я расскажу, как можно использовать деньги других людей. Как я это делаю. Я это делаю. Вы понимаете? Вы мне будете рассказывать, что это не работает. Вот я это делаю, и я на этом регулярно зарабатываю. В следующем видео я покажу, как я, не заплатив ни копейки за кредит, взял кредит в миллион рублей и прокрутил его два раза за день. Оставайтесь на моем канале. Если вы не подписались на курс, как начать зарабатывать, если нет денег, сделайте это. А на следующем видео я расскажу вот про то, как можно зарабатывать, не беря проценты, не платя проценты, деньги. Как можно их быстро оборачивать, потому что от скорости оборота зависит. Два оборота за день, миллион рублей. Но, во-первых, процент маленький. Во-вторых, там риски огромные. Сразу могу сказать. Но, вот здесь без рисков, но надо учиться. А там с рисками тоже надо учиться. Чем больше у вас будет знания, тем меньше будет рисков. Вот такая история. Все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Лайки я заработал. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь и колокольчик. Не забудьте. До встречи.